У нас с вами была форма полной вероятности. С ней вроде бы мы разобрались, у нас даже пример полной вероятности сегодня не было. Давайте я еще раз напомню, у нас есть событие А, вероятность которого мы хотим посчитать, и есть событие В1 и так далее, ВК, которые образуют разбиение всего пространства элементарных исходов. Зарделька Омега разбита на кусочки В1, ВК. Ну и мы знаем форму полной вероятности, которая говорит, что вероятность А можно посчитать как вероятность А при условии В1 на вероятность В1 плюс и так далее, плюс вероятность А при условии ВК на вероятность ВК. Это мы знаем. Но зачастую, сейчас я приведу скоро соответствующий пример, важно наоборот научиться считать вот такие вот условные вероятности, скажем, В1, ну или вообще какой-нибудь ВИТ, при условии А. Наоборот, перевернуть. То есть зачем нужна была формула полной вероятности? Затем, чтобы легко посчитать вероятность события, поскольку вот эти вероятности все считались легко, и вот эти тоже. Пример с люмками или вот сегодняшний пример. Это все понятно. А вот зачастую нужно поменять местами ВИТ и А. Попробовать как-то найти вероятность вот такой вот, условную вероятность ВИТ при условии А. Ну, сейчас я объясню, как это делать. Давайте возьмем вероятность пересечения вот этих вот двух событий, и просто двумя способами запишем ее. С одной стороны, как вероятность А при условии ВИТ помножить на вероятность ВИТ. А можно взять по-другому. Наоборот, как вероятность ВИТ при условии А помножить на вероятность А. С этим согласны? Ну, все. Тогда интересующее нас число вероятность ВИТ при условии А, ВИТ при условии А, это есть вероятность А при условии ВИТ на вероятность ВИТ поделить на вероятность А. Вот эти вот два числа равны между собой, поскольку каждый из них равно одному и тому же. Ну, значит, вот это число выражается как вот это все произведение, поделенное на вероятность А. А вероятность А, в свою очередь, мы можем расписать как вот такую сумму. И все, мы знаем эти условные вероятности, безусловные тоже знаем, значит, дробь мы можем вычислить. Это называется формула Байеса. Формула Байеса. Вот такой классический простенький результат в тюрьме вероятностей. Ну, вот давайте я предложу конкретную задачу. Она чуть-чуть в себе содержит не классического, конечно, определения вероятности, но я думаю, что это вас не должно смутить, а все будет понятно. Опять про экзамен в каком-то смысле. Вот студент или школьник сдает некоторый тест. Ну, и в рамках этого теста есть конкретная одна задача, на которой имеется К вариантов ответа. Вот одна задача, и на нее имеется К вариантов ответа. Против каждого варианта ответа стоит квадратик, в котором можно поставить галочку. Ответ, естественно, только один. Ровно один из этих ответов правильный, остальные неверные. И вот студенту нужно как-то ответить на вопрос, на задачу. Известно следующее. Да, я не написал, что их К. К вариантов ответа известно следующее. Известно, что если студент умеет решать задачу, то он находит правильный ответ с определенностью, с вероятностью 1. Ну, теоретически вы понимаете, он мог бы ошибиться где-то там просто при расчетах, но вот мы считаем, что он умеет решать задачу, то он точно ее решает. Так, если умеет, то точно решает. Если не умеет, то у него есть шанс, как вы понимаете, вообще-то решить задачу, правда? Да. Но он просто тыкает наугад. Если не умеет, то тыкает наугад. И, в принципе, с некоторой вероятностью, понятно, с какой вероятностью, с классической вероятностью, он получает правильный ответ на поставленный вопрос. Теперь есть профессор, который проверяет результат теста и, в частности, смотрит на результат этой задачи. У профессора накоплена огромная статистика студенческих этих самых тестов, и профессор знает, что студент умеет решать задачу с вероятностью P. Есть такое число P, загадочное, которое не имеет отношения к классической вероятности, но это вот откуда-то с неба спущенное знание профессором обладает. Вот есть такое число P из адреса 0,1, которое, с точки зрения профессора, отвечает за вероятность того, что студент умеет решать задачу. Ну, смысл такой. Рассмотрел там 10 тысяч работ студентов, из них 173 студента умели решать задачи, он это проверил, но, значит, P равняется 173 10 тысяч. В каком-то смысле классическая вероятность, пронаблюденная, так сказать, статистически. Все, это все данные, которые есть у профессора. Теперь он глядит на конкретную работу конкретного ученика и видит, что в этой задаче правильный ответ. Спрашивается, с какой вероятностью, профессор вся спрашивает, с какой вероятностью студент умел решать задачу. Вообще-то он ее умеет решать с вероятностью P. У нас есть дополнительное знание. У нас есть знание о том, что он выбрал правильный ответ. Предлагается найти условную вероятность того, что студент умел решать задачи при условии, что был получен правильный ответ. В чистом виде задачи на форму Байкса.